МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости на телеканале Обнинск ТВ. Поговорим о событиях города и региона. В студии Георгий Разуваев. Вот о чем расскажем сегодня. Основные решения депутатов Обнинского городского собрания на итоговом в этом году заседании. Депутатам представлен проект обновленной транспортной схемы нашего города. Что он из себя представляет? 27 декабря состоялось 35-е заседание Обнинского городского собрания, повестка которого включала 13 вопросов, главный из которых о внесении изменений в решении горсобрания о бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Подробности далее. Обнинское городское собрание состоялось под председательством главы городского самоуправления Геннадия Артемьева. В работе сессии приняла участие глава администрации Обнинска Татьяна Леонова. Народные избранники проголосовали за изменения в бюджет Обнинска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Доходы бюджета увеличиваются на 599 миллионов рублей или на 9,2 процента по сравнению с первоначальным бюджетом и составят 7 миллиардов 90 миллионов рублей. Налоговые доходы в том числе увеличиваются на 138 миллионов рублей или почти на 6 процентов и составят 2 миллиарда 472 миллиона рублей. Налоговые доходы увеличиваются за счет поступлений по налогу на доходы физических лиц на 70 миллионов рублей. По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 30 миллионов рублей, по налогу на имущество физических лиц на 34 миллиона рублей, по налогу на прибыль на 10 миллионов рублей. Снижение поступлений предусматривается по земельному налогу на 8,3 миллиона рублей. Увеличились и расходы городской казны, которые в уточненном бюджете на текущий год составили 7 миллиардов 102 миллиона рублей. Дефицит бюджета города на 2022 год уменьшился на 222 миллиона рублей и составил 11,5 миллионов рублей. Городским собранием было принято решение, касающееся арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности города, предоставленных в аренду без проведения торгов. Изменения связаны с переоценкой кадастровой стоимости земельных участков. Депутаты поддержали коррекцию поправочных коэффициентов, которые влияют на размер аренды в целях сохранения поступлений в бюджет города на уровне текущего года. Утверждены изменения в правилах благоустройства и озеленения города. Уточняются и утверждаются новые схемы границ прилегающих территорий. Кроме того, теперь контроль за информационными конструкциями будет осуществляться в соответствии с нормами положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства. Также на заседании народные избранники согласовали реорганизацию муниципальных предприятий теплоснабжения «Водоканал» путем объединения их в организацию ресурсоснабжения. По расчетам администрации города это позволит централизовать и оптимизировать процессы тепло- и водоснабжения и более рационально использовать бюджетные средства. Мы в рассылку еще добавляли положительные результаты объединения, которые на сегодняшний день составляют по нашим подсчетам ориентировочно 85 миллионов рублей при слиянии. Не только 20 миллионов, которые мы экономим на бюджете, а еще по остальным при слиянии, соответственно, вкратце. Объединение цеха ремонта и аварийки, порядка 1 миллиона рублей в год. Снижение затрат на приобретение ресурсов у сторонних организаций. Сейчас понимаем, что теплоснабжение «Водоканал» покупает воду, это же вопрос мы также поднимали, а потом ее нагревает и продает обратно «Водоканалу». Здесь эффект получается порядка 18,2 миллиона рублей. Экономия на услугах ЕИРД, единая платежка, поэтому эффект он общий. Внесены изменения в положение об администрации города. Решением депутатского корпуса исполнительный орган наделен полномочиями по определению порядка утверждения схемы размещения стоянок, технических или других средств передвижения людей с ограниченными возможностями вблизи их места жительства. Внесены изменения в положение о муниципальном контроле, жилищном, земельном, лесном, на транспорте и в сфере благоустройства. Согласно новой редакции положения, решение действия должностных лиц уполномоченных осуществлять муниципальный контроль могут быть обжалованы только в судебном порядке. До судебный порядок подачи жалоб при осуществлении данных видов муниципального контроля, согласно законодательству, не является обязательным. Положения были утверждены в 2021 году. С тех пор досудебный порядок не применялся в связи с отсутствием жалоб со стороны контролируемых лиц. Депутаты приняли решение о наделении управления социальной защитой населения администрации города функциями и полномочиями учредителя в отношении Центра социальной помощи семье и детям милосердия и реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Доверие. Полномочия передаются Министерством труда и социального развития Калужской области и администрации Обнинска ежегодно. Помимо этого утверждено положение о порядке предоставления адресной социальной помощи гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим в Обнинске, в 2023 году. Документ принимается сроком на один год. Заключительным в уходящем году стало решение о вручении персональных поздравлений ветеранам Великой Отечественной войны и об установлении на 2023 год единовременной социальной выплаты гражданам в связи с юбилейными днями рождения. Традиционно выплаты будут получать горожане, начиная с 90 лет. Согласно предварительным расчетам, в 2023 году будет около 200 юбилейных выплат. Геннадий Артемьев поблагодарил депутатов за работу в 2022 году, поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством. К поздравлениям присоединилась руководитель администрации города Татьяна Леонова, отметив, что впереди много планов, интересных проектов, которые предстоит реализовать всем вместе, так же дружно и слаженно, как работали в этом году. Подводя итог, я хочу сказать, что основное, что было в городе, это, мне кажется, наше единство. То, что очень-очень много людей совершенно разных, которые разные по профессии, разные по социальному статусу, разные по достатку, объединились все вместе и я хочу сказать огромное спасибо всему депутатскому корпусу. На этом последнее в уходящем году заседание Обнинского городского собрания завершилось. Об авариях, правонарушениях и происшествиях в нашем городе расскажут журналисты программы «Экстренный выезд». Кражи из магазинов в Обнинске перед новогодними праздниками набирают обороты с каждым днем. 23 декабря поступило сообщение от представителей сетевого магазина цифровой техники и электроники, расположенного в торговом центре на улице Курчатова. После проведения ревизии с сотрудниками была выявлена недостача. Стражи порядка, прибывшие на место происшествия, ознакомились с записями камеры видеонаблюдения, установленными в торговом зале. И обнаружили, что 28 ноября в зал зашла семейная пара с маленьким ребенком. Мужчина взял две игровые мыши и портативную колонку, снял с товаров защитное устройство и отдал женщине, которая все спрятала в коляску. Сумма ущерба составила более 5000 рублей. Вторая кража случилась уже 5 декабря. Мужчина похитил портативную колонку стоимостью 3435 рублей. Злоумышленники ранее не знакомы правоохранителям. В настоящее время ведется их розыск. По факту данных инцидентов проводится разбирательство. Тем временем на пульт дежурного 112 поступило тревожное сообщение. Владелец одной из квартир дома на улице Курчатова сообщила спасателям, что нанесла своему сожителю ножевое ранение в правое подреберье. Женщина около часа пыталась сама оказать истекающему кровью мужчине необходимую помощь, но после неудачных попыток решила обратиться к специалистам. 32-летнего местного жителя доставили в клиническую больницу номер 8 в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи. Сотрудники полиции задержали подозреваемую и доставили в отделение для выяснения обстоятельств произошедшего. Со слов задержанной, они оба находились в состоянии алкогольного опьянения уже третьей сутки. Словесная перепалка переросла в конфликт, который закончился поножовщиной. 48-летняя местная жительница ранее не судима. И если ее вина будет доказана, за данный поступок будет грозить до пяти лет лишения свободы. Без работы в тот день не остались и дорожные инспекторы. В 14.30 на проспекте Ленина столкнулись две иномарки. По предварительным данным, мужчина за рулем иномарки Кея, выезжая с места парковки, не заметил Рено, владелец которого заворачивал во двор. Повреждения оба транспорта получили несущественные, но довольно обидные. На место аварии прибыли дорожные инспекторы и оформили протокол. В 15.30 по адресу Гагарина, 45, произошло еще одно ДТП. Женщина, управлявшая автомобилем Ситроен, выезжая со стоянки задним ходом, не рассчитала габариты своей машины и врезалась в стоящий на противоположной стороне Рено. Больше часа из-за последствий аварии движение на данном участке дороги было заблокировано. А в минувший понедельник, 26 декабря, хозяйка одной из квартир на улице Комарова сообщила о краже ювелирных украшений. Со слов заявительницы, она проживает с сыном и посторонних в доме не было. Замки на двери не повреждены и куда исчезли драгоценности из шкафа даже не представляет. Сумма ущерба по подсчетам потерпевшей составила более 8 тысяч рублей. Следователи сняли отпечатки пальцев с двери и мебели. По данному делу проводится расследование. Дарья Человекова, Вадим Бычков, телекомпания Обгинск ТВ. Вчера депутатам Обгинского городского собрания был представлен проект обновленной транспортной схемы нашего города. Проект подготовили специалисты высшей школы экономики. Они же и провели подробную презентацию о том, как предлагается скорректировать или перестроить маршруты общественного транспорта. Каким видят наиболее приемлемый вариант южного въезда в город. О новых остановочных пунктах и о многом другом в следующем сюжете. Кроме того, что надо было купить новые автобусы, нужно сделать ту новую систему маршрутов, которая бы давала возможность жителям попадать в любую точку. С одной стороны она должна быть удобной, с другой стороны мы ставили задачу, чтобы она была экономически обравдана, чтобы она позволяла нам сделать наши все эти передвижения по городу тоже наиболее оптимальными. Представители высшей школы экономики работали в Обнинске в октябре. Ими была проанализирована существующая городская маршрутная сеть. Было проработано несколько вариантов ее преобразования. Предлагаемый вариант оптимизации маршрутной сети, чем он характерен, он без специальных пересадочных маршрутов. При этом сохраняются все наиболее востребованные связи для транспортных корреспонденций, повышается провозная способность маршрутной сети, обеспечивается переход, ну скажем так, на маршруты среднего и большего классов, повышается уровень охвата территории, это плюс 5000 человек в нормативной доступности, снижаются эксплуатационные затраты более чем на 100 миллионов рублей в год, суммарный пассажиропоток повышается и вследствие этого происходит снижение кассового разрыва более чем на 120 миллионов рублей в год, это при сохранении действующей тарифной сетки. Проблемы, выявленные специалистами в существующей сети, следующие. Использование малых автобусов, которые по большей части перегружены, дублирование, кольцевые и петлевые маршруты, не обслуживаются улицы Королева и Звездная, микрорайон Завражье, наблюдается нехватка остановочных пунктов на отдельных улицах, недостаточно отстойно-разворотных площадок, отсутствует гибкость в тарифах. Было подробно рассказано, как именно хотят поменять существующие маршруты, например, 21-й предлагают ликвидировать, но оставить восьмерку. Многочисленные десятки предлагается тоже переработать, для начала сократить. Сейчас в городе действуют 10А, 10Б, 10В, но действуют по сути как заказные, а у ПТП отбирают машины и водителей. Предлагается объединить в один маршрут, а может быть и вовсе отменить, перейдя на заказной вариант. Маршруты номер 2 и номер 3 были названы ключом к оптимизации транспортной сети города. Мы предлагаем перейти вот в такой петлевой структуре, то есть когда мы объезжаем город, вот такую петельку делаем, к стандартной схеме маршрутов, когда у нас диаметральный маршрут. То есть диаметр. Стартуем из окраины, проезжаем через центр и выезжаем в другую окраину. Это более логичная, понятная схема и самое главное, она более дешевая. Двойки и тройки предлагают объединить с номером 17 и номером 18. 17-й будет в таком случае идти от АБЗ до ИАТ. 18-й от Кончаловских гор до Экадолья. Кольцевые и петлевые маршруты мешают друг другу, говорили представители высшей школы экономики. Сеть дорогая, а из-за повторов в ней много лишнего пробега. Автобусы крадут друг у друга пассажиров. Кольцевые четверку и девятку предложено было объединить с 12 и 13 в Большое кольцо. То есть тот путь, который сейчас проезжают номер 12 и номер 13, дополнить тем отрезком, которые охватывают номер 4 и номер 9. Маршрут номер 19 предложено выпрямить и проложить через заовражье. Корректировать нужно и пятерку. Представители высшей школы экономики говорят, что это самый непопулярный, проблемный и невостребованный маршрут. Во-первых, нужно, чтобы автобус ездил в оба направления. Во-вторых, предложено было провести маршрут через проспект Маркса и улицу Гагарина. Это свяжет жителей микрорайона Мирный с центром и повысит привлекательность маршрута. Предложен был и принципиально новый маршрут. Вот этот маршрут 7, о котором я уже говорил ранее, маршрут для обслуживания территории заовражья и улицы Королева. В принципе, это новый маршрут, который логически появляется, потому что при развитии заовражья вот этот коридор, ну, он просто логичен. И этот маршрут, он необходим для того, соответственно, чтобы связать вот те районы, которые сейчас в принципе не обслуживаются, не охвачены. И на перспективу этот маршрут, он будет только становиться более и более востребованным. Без изменений предлагалось оставить маршруты номер один, номер восемь, номер четырнадцать и номер пятнадцать. Вопросы и замечания депутатов затрагивали и частные, и более общие аспекты представленного проекта. Если нет маршрута, а он, предположим, необходим. Вот конкретно улица Курчатова, дома 60, приблизительно, я говорю, да, это четвертый маршрут на данный момент. И вот молодой человек, Александр Юрьевич говорил, 4-9, это абсолютно разные маршруты, потому что девятка у нас ходит по Калужской улице, а четверка у нас ходит по Курчатовой. Они абсолютно как бы две параллельные улицы. Да, при разработке на это обратили внимание, но, как говорится, чем-то пришлось пожертвовать. Идеального варианта нет. Если что, от Курчатова до Калужской можно дойти пешком. Предлагаете сделать разворотную площадку на Маркса 56, где находятся и торговые центры, и городской клуб ветеранов, и самое главное, что находится школа номер девять, в которую идут дети. На сегодняшний день эта дорога и так достаточно загружена, то есть там большое парковочное место находится тех людей, которые пользуются капиталом, аптеками, Сбербанком и прочими комплексами. И я думаю, что если вы планируете там провести еще и вот эти парковочные места для разворотной площадки, то, безусловно, это будет очень большая загруженность транспорта, что будет небезопасно для и жителей города, и детей. У нас есть районы города с сезонной, скажем так, потребностью, концентрацией, как, допустим, университет, куда студентам летом не особо надо, и с другой стороны дачные территории, где наоборот летом все стремятся. Как можно было понять из ответов, сезонность отдельных маршрутов не учитывалась. Татьяна Леонова подчеркивает, что обсуждение проекта продолжится. Жителей к диалогу тоже приглашают. Дмитрий Глухов, Обнинск ТВ Это все на сегодня. Следите за нашими новостями в группе Обнинск Онлайн ВКонтакте, Телеграм-канале, а также на Ютуб-канале. Об интересных событиях в Наукограде и окрестностях расскажем в очередном уфе программу новости, которая выходит по будням в 19 часов. До свидания.